Здравствуйте! Очень рад видеть вас всех. Я впервые в Одессе. Супер классно, очень рад. И сегодня расскажу вам немножко про аналитику. Я специально оставил минут 15 на сессии вопросов-ответов. Так что готовьте свои вопросы. Если что, я буду рад ответить вам. Доклад называется «Самая страшная ошибка, которую вы можете сделать в аналитике игры». Не то, что будем говорить сегодня про ошибки. Скорее, будем просто говорить про то, как правильно анализировать игры. Но тем не менее, я про наиболее распространенные ошибки все-таки расскажу. Немножко вначале о том, кто мы такие и что мы делаем. Мы сервис аналитики для разработчиков игр. Наши клиенты – это разработчики игр, то есть вы. У нас есть способы загрузить к нам данные через SDK, через API, как угодно. Мы, соответственно, покажем вам все отчеты по поводу того, как перформит ваша игра. Все базовые метрики, все базовые показатели, как платят ваши пользователи по уровням, как лучше монетизировать эту игру и так далее. Ну, соответственно, у нас, поскольку нашим заказчиком являются игровые студии, то, соответственно, есть несколько вариантов интерфейсов под разные роли. То есть, например, геймдизайнер в нашей системе может анализировать, балансировать уровни. Аккузишн менеджер может улучшать качество трафика и видеть отчеты по качеству трафика. Игровой продюсер может делать то, что он любит – собирать деньги, видеть все, что есть по деньгам. Ну, а аналитик может делать тоже то, что он любит, а именно ковыряться в сырых данных. Мы тоже это дали, и аналитики рады этому. Почему я вообще считаю, что аналитика – это важно? Поднимите руку, кто в течение 2019 года хотя бы раз был у врача. Поэтому аналитика – это важно. Я считаю, что аналитик – это своего рода доктор, это врач для вашего проекта. Если у вас что-то болит или если вы не хотели бы, чтобы у вас что-то заболело в будущем, вы идете к врачу. Врач производит некоторые измерения с вами – рост вес, температура, пульс и что-нибудь еще. Если врачу достаточной информации, он делает какой-то вердикт, предлагает вам способ улучшить ваши KPI, продлить ваш лайфтайм, так сказать. Если врачу недостаточной информации, он отправляет вас на дополнительные исследования, например, на анализ крови. После этого, соответственно, вы это все делаете, принимаете какое-то лечение, приходите вновь и врач уже делает вывод, что с вами делать дальше. Вот ровно так же работает аналитик. Аналитик – это человек, задача которого – искать узкие места и точки роста внутри каждого проекта, с которым он работает. То есть аналитика, для чего она нужна? Она позволяет показать все то, что есть у вас. Иногда просто знание о том, что происходит в игре, в продукте – это уже очень хорошо. Она позволяет найти узкие точки, найти узкие места, исправить их. Она позволяет найти точки роста, что можно скорректировать в продукте, чтобы продукт стал работать лучше. И вот смотрите, очень многие компании, в частности игровые студии, используют аналитику на исключительно базовом уровне. Иначе говоря, трекают только аудиторию, входы, визиты и деньги. И все. То есть очень многие остаются лишь на этом уровне аналитики. И это не стыдно, но можно жить лучше. Я сегодня как раз про это расскажу. Смотрите, вот у нас есть красная линия – это доход. Синяя линия – это приток новых пользователей. Соответственно, синяя линия отложена по вспомогательной вертикальной оси. И то есть до какого-то момента они растут с разной скоростью, но растут. Все вроде бы происходит хорошо. Если вы вооружены только лишь этими двумя метриками, то вы довольны тем, как у вас все происходит в жизни. Но в какой-то момент в игре может что-то сломаться. И дальше метрики начинают понемногу-понемногу таять. Что именно сломалось, что именно произошло внутри – вы не ответите на этот вопрос, если будете пользоваться лишь этими верхнеуровневыми метриками, такими как количество пользователей и деньги с них. Почему такое может быть? Вот как раз сейчас мы рассмотрим несколько причин, как такое может произойти и как этого в будущем можно не допустить. Первая причина и, пожалуй, самая главная – это и есть та самая страшная ошибка в аналитике игры, что мы недостаточное внимание уделяем качественным метрикам проекта. Проект характеризуется разным набором метрик. Это и DAO, и деньги. То, что называется – количественные метрики. Но это еще и качественные метрики. Метрики такие как RPU – средний доход с пользователя, RPU – средний доход с одного платящего пользователя, доля платящих в фри-то-плее игре, lifetime LTV – ретеншн сессии на пользователя. То есть то, что считается не суммарно, а как бы на пользователя или в процентах. Так вот эти метрики – это как раз гораздо более важные метрики, чем DAO и revenue. И вот это как раз та самая важная ошибка. То есть мы должны сначала сконцентрироваться на увеличении именно вот этих метрик – на метрик качества. Идем дальше. Метрики retention. Метрика retention – это тоже одна из самых важнейших метрик качества вашего продукта. Поднимите руку, кто знает, что такое retention, как он считается. Половина знает. Хорошо. А кто знает, что такое rolling retention? Уже меньше. Ну вот смотрите. Retention – это доля пользователей, которые входят в игру через N дней после своего первого визита. Rolling retention – это доля пользователей, которые входят в игру через N дней после своего первого визита или позже. Соответственно, если мы говорим про retention седьмого дня, если пользователь пришел в понедельник, то в следующий понедельник, если он вернется, он попадет в этот retention. А если мы говорим про rolling retention, то, может быть, пользователь в понедельник к бабушке уедет и в обычный retention он не попадет. А во вторник вернется и попадет уже в rolling retention, потому что сработало то самое или позже. Как бы то ни было, retention – это важнейшая метрика качества продукта. Она показывает ту самую искреннюю лояльность игроков к вашей игре. То есть если игроку игра нравится, он в нее склонен возвращаться. Ну и, соответственно, чаще всего выделяются retention по трем циклам. Retention первого дня. То есть реализация поговорки встречают по одежке, провожают по уму. Вот если одежка понравилась, если туториал в игре сделан хорошо и оптимально, то игрок, скорее всего, вернется на следующий день. Retention седьмого дня. То есть уже за семь дней уже много что могло произойти. И игра, если по-прежнему игроку интересна, значит, в ней как раз хороший этот уровень основного игрового цикла. Игроку он нравится, игрок склонен возвращаться. Ну и долгосрочный retention. 28-30 день. Ну, кто-то считает там полгода, год, даже несколько лет. Это уже как раз показатель качества метагейма, как у вас работает мета-игра. Если игра достаточно интересна игроку, чтобы входить в нее еще и еще, значит, он будет входить еще и еще. И вот retention – это как раз та самая метрика над увеличением значения, которой стоит работать постоянно. И поэтому вот как раз первая ошибка, первое правило, как не ошибаться – это четко разделить метрики качества и метрики количества. То есть вы должны работать в первую очередь над качеством, над увеличением доли платящих, дохода с платящего, retention. Количество – это то, что придет уже потом. Поговорим немного о пользовательской лояльности. Что такое вообще пользовательская лояльность? Ну, такой метрики, как лояльность, у нас нет. Но можно сказать, что если пользователь лоялен, то он что делает? Возвращается в игру, он платит, он рассказывает друзьям, он дает вам фидбэк, он обращается в службу технической поддержки. Кстати говоря, постоянные исследования показывают, что если игрок обращается в службу техподдержки, то такой игрок проживет гораздо дольше в игре. То есть если у игрока возникла проблема, и он ее решил, то это гораздо лучше, чем если бы никакой проблемы не возникло в среднем. И поэтому, соответственно, мы говорим про такие метрики лояльности, как метрики удержания, монетизации и виральности. Вот тот самый retention, те самые retention классические и rolling. Вот можно видеть, что rolling, как правило, выше. И вот как этот retention можно анализировать. Тот слайд, который представлен у меня слева, это то, что называется когортный анализ. Вот сегодня у Саши Шлаченко был похожий слайд. Я тоже поясню про то, как можно с ним работать. В каждой отдельной строчке здесь у нас есть когорта пользователей. То есть пользователи, которые пришли в игру в один конкретный день. Соответственно, анализируя, как они возвращаются в игру в каждый будущий день, анализируя эту таблицу по горизонтали, мы видим, сколько их остается спустя время. Анализируя эту таблицу по вертикали, мы начинаем наблюдать какие-то качественные или некачественные когорты. То есть получается, сколько пользователей, пришедших в разное время, возвращалось на седьмой день после своего первого входа. Это более чем показатель качества. И вот, например, можно видеть, что вот эта когорта, она чуть более темно подкрашена, имеет более низкие значения. То есть скорее всего в этот день среднее качество трафика было хуже. Почему? Ну с этим предстоит разобраться. Например, трафик компанию какую-то тестовую закупили, она оказалась не очень. Ну или еще какие-то другие могут быть причины. Почему нам важен retention? Смотрите, если мы говорим про то, что доход – это произведение качества вашего продукта на количество пользователей в вашем продукте, то вы согласны с тем, что доход – это произведение качества на количество? Это так и есть. Качество – это качественная метрика, например, retention. Количественная – это сколько пользователей. И, соответственно, чем больше будет retention, тем и пользователей тоже будет больше, тем больше они будут склонны оставаться. Поэтому очень, грубо говоря, это, конечно, не то чтобы прям супер математическая формула, но, грубо говоря, формулу дохода с пользователя, формулу LTV, retention входит в квадрате. Поэтому незначительное увеличение retention может привести к значительному увеличению вашего дохода. И особенно здесь я, конечно, всегда рекомендую начинать увеличение retention с первых дней. Буквально с первой сессии. Если у нас есть первая сессия, в ней можно выделить, допустим, 100 шагов. И на каком-то из этих шагов, возможно, возникнет проблема. И так вот, если эта проблема возникает в туториале, в первой части игры, то, как правило, исправить ее будет очень дешево. Ну, может быть, там, кнопочку перекрасить, подсказку новую вывести, ну, что-нибудь такое. И это может очень сильно сработать на retention, что пользователи будут оставаться в игре, там, на 2-3% пользователя будет оставаться в игре больше, чем если бы этого не было. Только из-за одной подсказки, только из-за одной перекрашенной кнопочки. От чего зависит retention? Тут есть интересные кейсы. Ну, например, retention зависит от структуры трафика. Если мы говорим не про какой-то таргетированный трафик, а просто про средний закупаемый платный трафик, то в среднем качество платного трафика обычно хуже, чем у органики. Просто потому, что пользователь сильно по-разному мотивирован. Органический пользователь пришел по каналам от друзей, допустим, или сам нашел, ему понравился трейлер, который он посмотрел, он скачал игру, он рад в нее играть. Если пользователь платный, то он, скорее всего, кликнул по баннеру, перешел, относительно принудительно получается. Он не собирался этого делать, но поставил игру. То есть качество у него будет в среднем немного хуже. Конечно, бывает по-разному, но я здесь говорю скорее про среднее по больнице. Также стоит говорить, что средний ретеншн на рынке вообще имеют тенденцию на снижение. То есть если замерять, например, ретеншн первого дня по мобильным играм в 2015 году, в 2016, в 2017, в 2018, то они будут немного ниже. Просто потому, что растет конкуренция за пользователя за свободную минуту времени, в которой пользователь может поиграть. Ретеншн очень сильно зависит от дня недели, в который пришел пользователь впервые. Как вы думаете, у какого дня недели ретеншн максимальный? Пятница. Все верно, потому что пользователь поставил игру в пятницу, он знает, что у него впереди все выходные, он в выходные эту игру, скорее всего, откроет, поиграет, она ему, скорее всего, понравится, он, по крайней мере, больше времени ей уделит. Ну а те пользователи, которые пришли в понедельник и вторник, в среднем по больнице имеют ретеншн чуть хуже, потому что им некогда. Еще что интересно, ретеншн сильно зависит от маркета, от платформы, на которой размещена игра. Вот мы проводили анализ средней ретеншн по андроиду, по iOS и по Амазону, по Google Play, по App Store и по Амазону. Как вы думаете, у какого маркета был максимальный ретеншн в среднем? Почему? Амазон, потому что пользователи каткорные, да, но я для себя это объяснил так, что на Амазоне игр меньше. Там меньше игр, там меньше конкуренция. Представляете, если бы у вас было в магазине две игры, Angry Birds и Flappy Bird и все, больше ничего, то, скорее всего, вы бы уже выпилились. Но, тем не менее, у этих игр был бы довольно высокий ретеншн. Идем дальше. И вот как раз как можно над увеличением этого ретеншн работать. Есть такой цикл, это уже скорее я захожу на территорию психологии. Вот цикл как раз заключается в следующем. У нас есть некий триггер, мы должны произвести некоторые действия, получить за него награду, реализовать инвестицию и снова ждать повторного триггера. Как это работает, например, в Инстаграме? Кто уже выложил в Инстаграм фоточку из Одессы? Вот, есть такие люди. Как это работает? Вы приходите, приезжаете в Одессу. Думаете, о, классное дерево, допустим. Фотографируете, выкладываете. Дальше постоянно раз в час начинаете проверять свой телефон, собирать лайки. И так получается до следующего дерева, которое вы не выложите, не сфоткаете. Вот это как раз яркий пример того, как Инстаграм завладел вами, как Инстаграм превратил вас в собаку Павлова. Как это работает? Триггер, дерево, красивое. Экшн, который вы производите, вы выкладываете фотографию. Дальше, получается, вы получаете награду, reward. Очень важно, чтобы retention работал хорошо, чтобы reward был переменным, чтобы был непрогнозируемым. Потому что, если вы точно знаете, что ваша фотография наберет 100 лайков от конкретных людей, это вас будет гораздо меньше мотивировать выкладывать эту фоточку. Вам важно понимать, сколько будет лайков, кто именно будет лайкать, и, что самое важное, в какой последовательности они будут лайкать. Соответственно, получается, вы получили вот эту награду в виде лайков. Дальше вы делаете инвестицию. Как вы делаете инвестицию? Вы немного корректируете отношения к тем людям, которые вас полайкали или не полайкали. То есть, вы как бы чуть-чуть корректируете свою социальную сеть, отношения к этим людям. Ну, то есть, немножко, но все-таки да. И дальше, соответственно, вот вы проделали этот цикл, он вам понравился, вы получили удовольствие, вы ждете следующее дерево, чтобы его сфоткать. Как это работает в играх? У нас есть триггер. Ну, допустим, свободный пять минут в метро, в автобусе, где угодно. Или пуш-уведомление, которое к вам пришло. Игрок играет в игру, получает за это какую-то переменную награду, переменную вплоть до нуля. То есть, он может ее и не получить. Получает за нее какую-то виртуальную валюту, каким-то образом ее инвестирует, вкладывает игрока в свою игру, и дальше ждет следующего триггера и так далее. Поэтому старайтесь, чтобы вот этот триггер в вашей игре был, ну, как можно более четко сформулирован. И вот эта штука, которая работает везде, вне зависимости от того, о каком продукте вообще мы говорим. Второе правило работы с качественными метриками. Итак, второе правило работы с качественными метриками. Они падают. Знаете, что они падают? То есть, если у вас сейчас ретеншн в вашей игре 30%, ретеншн первого дня, а ARPU, ну, давайте там, пять центов в день. И вы предполагаете, что ну, значит так, через месяц мы выберем фичу, у нас там будет 30% и 5%, и мы их немножко поднимем. Так вот, скорее всего, через месяц у вас уже будет не 30 и не 5. Скорее всего, у вас будет ниже. Качественные метрики, к сожалению, имеют тенденцию на снижение со временем. То есть их органическое поведение – это плавное таяние, а не горизонтальная линия. И вот как раз это проводилось на таком интересном эксперименте. Взяли за основу 400 игр. Уже постфактум эти игры были поделены на 4 сегмента от наиболее финансово успешных к наименее финансово успешным. И провели по этим играм замеры в качественных метрах, таких как retention, ARPU, что-то еще. Замерили их, получается, через неделю после выхода, через 3 недели после выхода игры и через 12 недель. Во всех снижениях, во всех сегментах наблюдалось плавное снижение. То есть это органическое поведение ваших пользователей. Грубо говоря, чем больше аудитория, тем она хуже в среднем. Второе следствие из этого правила, что вот эти ребята, которые пришли к вам в самом начале, после запуска игры, это так называемая золотая когорта. У вас никогда не будет более лояльных и качественных ребят, чем те, которые пришли к вам сразу после запуска. Поэтому берегите их. То есть им можно сразу, если они остались, допустим, через месяц, им можно продлевать лояльность специальными офферами, благодарностями, индивидуальным подходом и так далее. Потому что это ребята, которые в большей степени склонны конвертироваться впоследствии в китов. Дальше. Что еще? То есть когда мы говорим про качественные метрики, мы говорим, что все-таки пользователь должен что-то сделать и потом заплатить. Но при этом очень важно внутри самой игры еще и анализировать, как эта игра устроена, из чего она там внутри состоит, поведение игрока внутри игры. И вот это можно делать с помощью таких инструментов, как построение воронок, как построение пользовательских сегментов, ну или просто как анализ событий, которые присылает ваша игра. Что дальше? Когда мы говорили про кейс, о том, что метрики вдруг стали падать, мы ничего не говорили про трафик. То есть при этом анализ трафика должен быть вашим постоянным другом. Вы должны постоянно, ежедневно заниматься анализом качества трафика. Причем не только по новым компаниям, которые пришли за вчерашний день, но и по тому, как живут те компании, которые были закуплены раньше. Что еще? Какая еще может ошибка допускаться? Когда мы просто оперируем метрикой дохода, то есть общий суммарный доход, мы никаким образом не знаем, из чего этот доход состоит. И вот есть несколько способов разделения этого дохода, сегментации. Первый способ, это не он на картинке, это просто поделить доход на доход от первых платежей и повторных платежей. Сколько у вас игроков заплатили впервые, а сколько игроков сделали свои повторные платежи. То есть вы тогда просто будете знать, кто именно деньги там вам приносит. Второй случай как раз изображен здесь. Если вы сегментируете ваш доход по тому, сколько дней в игре прожили игроки прежде, чем заплатить вам, вы тоже можете прийти к интересным выводам. Грубо говоря, сколько у вас платят сейчас новичков и сколько платят старичков. Сколько платят новички и сколько платят старички. То есть у меня был такой кейс. Мы выкатили обновление, доход в целом остался примерно таким же после этого обновления. Что нужно делать? В общем-то ничего, все хорошо. Не испортили и ладно. Стали этот доход анализировать и выяснили, что как раз этот разрез показал нам, что новички стали платить больше, а старички стали платить меньше. В среднем это компенсировалось. Но получается мы сделали обновление, которое в итоге сработало в большей степени на монетизацию новичков, а не на монетизацию старичков. Какой это сигнал? Хороший или плохой? Отвратительный. Потому что в структуре доходов фри-то-плей игры 95-98% это те самые старички, это киты, это ребята, которые платят повторные платежи. Соответственно, да, мы сейчас чуть больше игроков сконвертируем в платящих, но видно, что в будущем они будут платить меньше, потому что новое обновление получается уменьшает монетизацию со старичков. Это обновление пришлось откатить. Соответственно, какие можно сформулировать правила еще по, так скажем, правильной аналитике, по правильной работе с метриками? Ищите, изучайте поведение игроков внутри игры, постоянно анализируете трафик и структурируете, разрезаете свой доход на все возможные логичные и нелогичные разрезы, чтобы понять ваш доход лучше. Вот как раз те самые воронки. Поговорим немножко о них. Воронка – это простейший способ анализа пользовательского поведения. Кто когда-нибудь хотя бы раз строил конверсионные воронки? Такие есть. Отлично. Подробно рассказывать не буду. Просто знайте, что вы можете выделять шаг А, шаг Б, шаг С. Допустим, вход в игровой магазин, выбор игрового предмета, покупка игрового предмета. Вот три шага. Соответственно, анализируя конверсию из шага 1 в шагов 2 и из шага 2 в шаг 3, вы можете понять, где у вас существуют проблемы. При этом воронки в современных системах аналитики достигли довольно-таки хороших высот, с ними стало очень удобно работать. В частности, в Dev2Dev у нас есть 20 шагов в воронке, и можно выделять разные фишечки. То есть, например, делать не просто события, а события с параметром. То есть, например, не просто зашел и купил предмет, а выбрать, какой конкретно предмет купил. Дальше что еще можно сделать? Например, сделать обратный шаг. То есть, можно построить воронку шаг А, шаг Б, шаг С. А можно построить воронку, сделал шаг А, не сделал шаг Б и сделал шаг С. То есть, соответственно, сравнивая такие воронки попарно, вы сможете понять места, в которых у вас можно сработать на улучшение конверсии. Ну а также ограничения по времени. То есть, одно дело просто зайти и купить, а другое дело зайти и сразу купить. В воронках теперь тоже можно ставить еще и ограничения по времени между шагами. Анализируя воронки, не забывайте, что воронки, вообще говоря, это не панацея. Это хороший инструмент, у него есть свои особенности. То есть, он годится вполне для, так скажем, базового анализа поведения. Про особенности воронок мы чуть позже поговорим. Пока я хочу рассмотреть следующий кейс. Это игра Criminal Case. Я уже говорил сегодня, что нужно анализировать первую сессию максимально детально. И вот смотрите, игра Criminal Case. Они начали... Тут у меня что-то вертикальная ось съехала. Представьте, что 100% это вот там, где синяя линия. Эти ребята, получается, проанализировали свой туториал. Выяснилось, что 70% игроков проходят туториал и играют дальше. 70% это много или мало? Ну, короче, в целом норм, но, наверное, можно было сделать лучше. Примерно так. Что стали делать ребята? Они свой туториал разделили на 16 шагов. То есть, получается, буквально каждый клик пользователя в туториале не проанализировали. И выяснилось, что отвал между шагами в целом нормальный, органический. Но вдруг стало известно, что на каком-то одном шаге при переходе с 7 на 8 шаг у нас очень сильно проваливается конверсия. Стали разбираться, что это за шаг. А там указано, что эта игра просит вас подконнектить Facebook. Стали разбираться и выяснили ошибку, что просто когда часть игроков коннектит Facebook, у них игра вылетает. Все очень просто. На исправление потребовалось 5 минут. Мы, получается, сразу вернули себе на 10-15% пользователей больше. Именно поэтому с помощью такого кейса я как раз хотел доказать, что минимальные изменения в самом начале могут очень хорошо сработать на последующее увеличение метрик и могут обойтись достаточно дешево. Вообще бывают разные воронки. То есть, когда мы говорим про воронки, можно говорить про воронки поведения, можно говорить про воронки продаж. В частности, есть такие аида воронки. Или воронки аида, если мы говорим про мифологию. То есть, можно выделить 4 шага. Awareness. То есть, получается, узнавание, интерес, решение и действие. Например, каждый большой шаг, который должен совершить пользователь, можно разбить на такие 4 подшага. Например, awareness – это, может быть, открытие игрового магазина. Интерес – клик по какому-то внутриигровому товару, чтобы посмотреть его структуру. Структуру сундучка, например. Decision – это, допустим, нажать «покажите мне специальный оффер по этому сундучку». И action – это, собственно, покупка. Вот это простой пример, как такую воронку можно, такой алгоритм можно применить на покупку виртуального товара. Это можно распространить почти на любое действие. На интернет-магазин, на дейтинг, на что угодно. Ну и, соответственно, вот есть несколько примеров, как может работать воронка аида для разных индустрий. Если мы, например, говорим про e-commerce, про интернет-магазин, то как раз attention или awareness – это посмотреть несколько страничек. Интерес – это попытаться поискать то, что нужно именно тебе. Решение получается – это сравнить, добавить что-то в корзину. Ну и action – это уже совершить платеж. Вот еще одна такая воронка, тоже такой алгоритм можно применить. Он очень похож на аида, просто добавляется еще один шаг – реферал. То есть, если пользователь после совершения действия еще и рассказывает об этом друзьям. А вот теперь поговорим про то, чем воронки плохи. Смотрите, когда мы анализируем воронки, мы как бы говорим про некое среднее по больнице, которое не всегда работает хорошо. Если же теперь мы попробуем, подобно Шерлоку Холмсу, который размышлял с помощью метода дедукции, а не индукции. Получается, если мы попробуем проанализировать каждого пользователя по отдельности, то есть просто буквально зайти и ткнуть в каждого пользователя, ну не в каждого, но в нескольких пользователей, посмотреть последовательность действий каждого конкретного пользователя, то вполне возможно у вас в вашей голове родится идея, которая не могла бы быть рождена с помощью воронки. Для этого, поверьте, не потребуется много пользователей. Пользователей потребуется достаточно мало. То есть может быть 10 пользователей, которых вы качественно выберете, вы их четко проанализируете и поймете, у вас вдруг родится идея, что пользователи играют в игру не так, как вы этого от них ждете. Вот, например, есть фильм «Игра на понижение», он называется в русском языке. И там как раз персонаж Бейла сидит перед огромной экселевской табличкой, где одна строчка – это статистика ипотечного займа. И он пытается каждую строчку анализировать по отдельности, пытаться найти там какие-то индикаторы грядущего финансового кризиса. Все остальные ребята ему не особо верят, потому что они привыкли, условно говоря, строить воронки и оперировать общими метриками. А он находит несколько индикаторов в конкретных пользователях и, как впоследствии мы знаем, предсказывает этот самый финансовый кризис. Извините, если это для кого-то оказалось спойлером. Еще один классный вид отчета, который чуть лучше, чем воронка, это вот у нас это называется user flow. Когда мы фиксируем, например, точку начала, допустим, пользователь входит в игру или входит в магазин. И дальше слабое место воронок как раз в том, что мы дальше сами задаем шаг B, который должен быть. В user flow нет такого. То есть в user flow мы просто показываем, как растекаются пользователи после этого, что они делают после каждого конкретного события. Вы сможете лучше понять, куда они у вас уходят. И вот у данного отчета есть, например, еще одно очень классное применение. Этот отчет построен от события. Мы фиксируем начало и смотрим, что идет дальше. Если мы зафиксируем конечное событие, например, покупка, мы сможем понять, как пользователи как бы стекаются в состоянии покупка. А если мы в качестве конечного события зададим, например, событие не заход в течение 7 дней, то есть иначе говоря отвал, то можно посмотреть, как пользователи приходят к отвалу, что предшествовало их отвалу. Такие отчеты тоже можно строить. Это теперь достаточно удобно реализуется. Еще одно правило – это подход на основании увеличения LTV. LTV – это сколько в среднем денег принесет вам один пользователь за всю свою жизнь. Я не буду останавливаться на тем, как оно считается. По этому поводу написано очень много книг мной. Это можно посмотреть и почитать везде, где интересно. Самое важное, что просто нужно знать, что вот эта метрика, которую на самом деле стоит монетизировать, это есть самая главная качественная метрика продукта. И вот здесь как раз я хотел изобразить метафорически вот такое правило, что сначала поработайте на LTV, сначала улучшите свою ARPU, RPPU и все прочее. Сначала залатайте дыры в решете, а потом уже начинайте наливать туда воду. Потому что дальше, когда вы уже поймете, что ваша игра достаточно качественная, может удерживать и монетизировать пользователей хорошо, то это все дальше становится просто задачкой про то, с какой скоростью в бассейн наливается вода. То есть все очень просто. Но если вы будете действовать от обратного и сначала будете наливать пользователей, они у вас будут проваливаться сквозь это решето, это не будет хорошо работать на вашу монетизацию. Еще одно правило, это моделирование вашего дохода, из чего ваш доход состоит. Вот смотрите, задача аналитика как раз видеть все эти метрики на более высоком уровне. Если мы знаем, что один пользователь стоит нам 1 доллар и приносит нам в среднем 1 доллар, то мы понимаем, что получается 10 центов мы получаем с каждого пользователя по отдельности. Это хорошо. И дальше мы можем пытаться увеличивать ретеншн, увеличивать рпу и так далее. А если мы посмотрим на метрики чуть с более высокого уровня, попытаемся их описать формулами, то мы поймем, что есть способ, например, увеличить доход в 2 раза чуть более просто. Например, поработать над ценой пользователя. И что если мы раньше покупали его за доллар, а если мы теперь будем покупать его лишь на 10 центов дешевле, то есть мы одну метрику выучили на 10%, а доход вырастет вдвое. И таких формул в юнит-экономике можно найти несколько. Поэтому, проектируя вашу игру, заранее попытайтесь рассчитать вашу юнит-экономику, возможно вы как раз найдете вот такие точки роста. Еще одно правило – это погружение на более глубокий детальный уровень. Это погружение в внутриигровую экономику. Что с микрофоном? Все нормально. Мы поговорили про метрики качества, можно капнуть на уровень глубже, и там окажутся метрики игровой экономики, валюты, внутриигровые покупки и так далее. Вот в качестве эпиграфа к этому разделу можно привести слова доктора Гудмундсона из CCP Games. То есть вы знаете игру EF Online. Поднимите руку, кто знает EF Online. Вы, наверное, поднимите руку, кто пытался в нее играть, кто прошел Tutor. Оп, все. И это очень хорошо характеризует эту игру. Она сложная. В ней очень сложная экономика. Но, пожалуй, эта игра является образцом того, как должна выглядеть очень сложная экономика в игре. У нас на самом деле все попроще. То есть вот так вот это можно описать таким Word Cloud. Что такое виртуальная экономика? Теперь поговорим о том, как можно анализировать эту самую экономику. Можно построить обычные игровые циклы. Я уверен, что вы такие строили. Если вы работали с геймдизайном, то такие циклы вы строили наподобие такого или такого. Циклы наверняка вы каким-то образом строили. Так вот, условно говоря, каждая стрелочка вот в этом игровом цикле – это позиция игровой экономики, которую стоит проанализировать. Покупка виртуального товара – это стрелочка. Накопление опыта – это стрелочка. И вот все это должно быть подвергнуто анализу. Это и есть анализ внутри игровой экономики. Вот тут я несколько книжек сфоткать, если кому интересна игровая экономика. Книжки, которые я рекомендую почитать именно по тому, как ее анализировать, по проектированию виртуальных экономик и миров. Сфоткали, иду дальше. Также я рекомендую анализировать пользовательскую корзину. В вашей игре игроки что-то покупают. Вы можете усреднить, что в среднем покупает игру в течение одного дня или одного месяца, и получить так называемую пользовательскую корзину, из чего вообще состоит структура дохода вашей игры. Это вам очень легко поможет ориентироваться в том, на что делать акции, а на что лучше не делать. И вот есть еще один простой способ анализа. Ну как простой? Сложный. Такой как ABC анализ. Он пришел из ритейла, то есть в продуктовый магазин, его используют очень активно. Товары группы A – это небольшое количество товаров, до 20% номенклатуры, которые приносят вам 80% дохода. Привет, товарищу Паретта. Сегмент B – это тоже небольшая группа товаров, там 20-30%, которые приносят еще 15% вашего дохода. И сегмент C – это всякий шлак. Это 50% номенклатуры, которая приносит в сумме лишь 5% вашего дохода. Вот как раз по такому закону чаще всего и работает любая экономика, в том числе и игровая. То есть если вы побьете все свои внутриигровые товары на эти три сегмента, то вы уже сможете в будущем относиться чуть более или чуть менее аккуратно к каждому виртуальному товару. А теперь, если мы добавляем еще одно измерение, измерение XYZ-анализ. Это анализ стабильности спроса. Вот если товар имеет стабильный спрос, он относится в категорию X. Если товар имеет менее стабильный спрос, например, сезонный, то категория Y. А если мы говорим про совершенно непредсказуемый спрос, то получается категория Z. И вот дальше мы перемножаем эти два вида анализа и получаем ABC XYZ-анализ. Соответственно, товары группы AX – это те товары, которые приносят вам много денег и имеют стабильный спрос. Что лучше делать с этими товарами? Ничего. Оставьте их в покое. Пусть деньги вам генерят. Чем краснее, тем больше эта группа должна быть подвергнута экспериментам. Эксперименты с ценообразованием, с сундуками и так далее. Вот это лучше как раз начинать от товаров CZ. Они и приносят не очень много денег и, возможно, принесут больше. И спрос на них не то чтобы стабильный. И, возможно, у вас получится его стабилизировать и вывести в группу B или в группу Y. Еще одно правило – это сегментация. То есть видов сегментирования пользователей существует очень много. То есть можно сегментировать платящие, неплатящие, новички, старички. Сегментация по уровням, по источникам трафика и так далее. Вот я сейчас хочу рассказать про то, какие вообще сегменты я рекомендовал бы применять. Например, рекомендовал бы применять я RFM-анализ. Очень хороший вид анализа. Поднимите руку, кто с ним знаком. Есть люди такие, отлично. В чем он заключается? Каждому платящему пользователю мы ставим в соответствие три оценочки. Recency – то есть давность совершения последнего платежа. Если платил недавно – молодец. Платил давно – не молодец. Frequency – то есть частота. Платит часто – молодец. Платит редко – не молодец. Заплатил один раз – вообще не молодец. И монетизация точно так же. Получается, мы имеем три оценки для каждого платящего пользователя. И дальше мы можем поделить их на какие-то субсегменты, чтобы с каждым таким субсегментом работать отдельно. Например, 555 получается. Он платит часто, платит много. Последний раз платил недавно. Это VIP-пользователь. Что с ним лучше делать? Обнимать, целовать и тереть его китовую спинку. Всячески беречь. Соответственно, можно также выделить другие сегменты. Например, очень страшный сегмент – это 155. Раньше платил много, раньше платил часто, но что-то уже давно не платил. Таких надо как раз отлавливать и бить. То есть нужно с ними работать. Возвращать их нужно в проект или хотя бы узнать, почему они ушли. Потому что отток китов – это сигнал. Как раз здесь я выписал основные сегменты, которые могут быть. Также обращаю ваше внимание, что можно, например, выделить сегмент one-time payers. Ребята, которые только что сделали свой первый платеж. Нужно выделить их в отдельный сегмент и следить за тем, чтобы ваши изменения монетизации проекта работали над тем, чтобы они сконвертировались в повторных платящих. Что еще рекомендую? Рекомендую настроить систему мониторинга, чтобы вы каждый день приходили и знали, из чего состоит ваша игра, из каких метрик и что с ними произошло за вчерашний день. Вот я здесь предлагаю довольно простую схему, как эти метрики могут быть взаимосвязаны. Смотрите, допустим, приходите вы на работу, а у вас ревеню за вчерашний день просел. И вот вам простая схема, как можно производить расследование. Давайте рассмотрим верхнюю ветку, где дау-мау, и нижнюю ветку, где арпу. Смотрите на аудиторию за вчерашний день. Дау вчера была нормальная? Ну, допустим, нормальная. Все хорошо. Окей. Смотрим на ветку арпу. Да. Видим, что арпу просел, и это вызвало снижение дохода. Почему просел арпу? Ну, дело в том, что из аналитики известна формула, что арпу, доход с платящего, равен произведению доли платящих на доход с платящего. Арпу – это доход с пользователя, я ошибся. Вот. Соответственно, вы смотрите на то, что у вас произошло с долей платящих, допустим, она осталась на месте, а что у вас произошло с арппу, а вот он-то и просел. И вот это может быть, например, следствием плохо продуманной акции внутри игры. То есть больше пользователей не заплатило, а те, кто заплатил, просто воспользовались акцией и сэкономили себе денег. Это в итоге сработало на уменьшение дохода. Вот, собственно, я приближаюсь к завершению своего доклада. И одиннадцатое правило. Хочу сказать, что доход – это, как ни странно, не самая главная метрика для вас. То есть доход – это лишь метрика следствия, это финальная метрика, которой все идет. Вы должны начинать крутить изначальные рычажки, которые влияют на поведение пользователя. Работать на их удержание, работать на их лояльность, работать на их монетизацию с первого платежа до повторных платежей. Соответственно, график дохода должен быть заменен на графике ретеншена, на графике накопительного дохода, сколько в среднем приносит вам один пользователь за свои первые N дней жизни в игре. График дохода лучше заменить на геймдизайнерские графики, то есть на график экономики, на баланс сложности уровней, вот эта всем известная пила. И чтобы резюмировать, я хочу сказать, что самая главная ошибка – это концентрироваться на масштабе проекта, на том, каким большим он должен быть. Стоит все-таки начинать с качества, то есть стоит работать над тем, чтобы пользователям игра нравилась, чтобы пользователи в ней играли долго, чтобы они хотели платить, а потом платить еще. Где-то вам потребуется, такой инструмент, как аналитика, вам очень сильно в этом поможет. То есть он позволит понять причины, мотивы перехода пользователя как раз с этого шага на шаг. Первый платеж, повторные платежи, может быть подписка, если в вашей игре подписка есть. Для этого вам потребуется копнуть глубже и, возможно, изучить игровую экономику. Ну и в итоге, в конечном счете, если вы все сделаете правильно, то ваши игроки отплатят вам лояльностью и монетизацией. Ну и буквально парочка последних слайдов про Dev2Dev напоследок. То есть кто мы такие, как мы работаем. Мы система сервис аналитики для игровых разработчиков. Мы берем данные из разных источников. В первую очередь это данные SDK, которые вы ставите к себе в ваши игры. Также мы можем получать данные из рекламных сетей, из магазинов приложений. Мы собираем эти данные у себя и, соответственно, компилируем их в то, что на английском называется insightful отчеты, которые говорят вам, что делать, которые говорят вам, где у вас узкие места, которые говорят вам, что нужно улучшить. И эти отчеты как раз работают буквально на каждом уровне работы с пользователями. И на привлечении, и на оптимизацию туториала. У нас есть специальные отчеты, которые позволяют вам оптимизировать первую сессию в вашей игре. И на удержании, и на последующей монетизации. Спасибо большое за внимание. И как я говорю на англоязычных конференциях, thank you for your attention, and thank you for your retention. Спасибо большое. Спасибо.